До начала свадьбы века осталось меньше трёх часов. Интересно, чем сейчас в эти минуты заняты принц Уильям и Кейт Миддлтон. Как известно, эту ночь по понятным причинам они провели порознь. В Лондон уже съехалось более миллиона туристов. Селетрансляцию с церемонии намерены посмотреть около двух миллиардов человек по всему миру. Вот где рекламный рынок. О последних приготовлениях к свадьбе века, неожиданных проблемах, которые могут предостерегать новобрачных. Владимир Боровой, Володь. Лёша, спасибо. Здравствуйте. Я, конечно, берусь рассказывать о королевской свадьбе, а сам сижу без смокинга. Ну так ты и не приглашён, к сожалению. Ну, слава богу, на самом деле. Надеюсь, что зрители это тоже мне простят. Итак, приготовления к королевской свадьбе практически уже закончены. Готовые, во-первых, зрители. Кое-кто из них уже довольно давно разбил палаточный лагерь у Бурнгенского дворца, чтобы во время торжественного въезда новобрачных оказаться в первых рядах. И вот уже несколько дней эти люди палаток не покидают. Все отели в Лондоне забиты до отказа. Съехались туристы из других городов Великобритании, из-за границы. Полным ходом идёт торговля сувенирами, которые посвящены предстоящему бракосочетанию. Уже известно всё расписание церемоний. Телеканал Sky News показал маршрут, по которому она пройдёт. Вот ещё такая маленькая деталь. Подтверждено, что во время танцев, которые начнутся сразу после торжественного ужина во главе с отцом жениха, принцем Чарльзом, будет играть шведская супергруппа Абба. Разумеется, в записи. В записи, в записи. Но зато до сих пор остаётся тайной, как именно будет выглядеть подвенечное платье Кейт Миддлтон. Кстати, невеста принца, как полагают британские диетологи, перестаралась с диетами и может доголодаться до анорексии. Известно, что многие барышни перед свадьбой начинают бешено сбрасывать лишние, ну, как им кажется, килограммы. Кейт не стала исключением. Известно, что одной из диет избранницы Уильяма стала диета Дункан, в которой исключается употребление углеводов, а ведь именно они, на секундочку, помогают вырабатываться гормоном хорошего настроения. Учитывая, что вообще всю свадьбу сопровождает очень сильное нервное напряжение, как бы ни вышло, что вот из-за столь пышной свадьбы, с одной стороны, а с другой стороны, из-за таких диетических подвигов, у Миддлтона не случился бы нервный срыв. Поэтому мы со своей стороны предлагаем принцу Уильяму А. Обратить внимание на худобу невесты, самое прицельное внимание. Ну, что ему нравится, предлагает обратить внимание, у него талия какая-то, посмотри. Подождите, подождите, Алексей, он хочет, он кого себе хочет? Он себе хочет жену здоровую или он просто манекена хочет? Пусть себе найдет манекена с талией в обхват руками. Ему, в конце концов, снижить дальше. Устроил тут подъездный совет. Пусть он ее, пожалуйста, во время торжественного ужина, торжественного ужина хорошенько накормит за все решения. Свяжет и накормит. Да, свяжет и накормит. Все равно они потом будут плясать, все растрясется. Думаешь, они будут плясать? Я уверен, они будут поджигать. А, слушай, он стал терять волосы, мне кажется, да, Уильям? Да, они там вообще, я думаю, что там сидят периодически друг с другом так, особенно там вчера, я думаю, так и говорят, скорее бы все это уже кончилось. Вчера они не сидели рядом, ты что-то в теме был. Ну, они ночью не сидели, а до этого у них же репетиции каждый день. Их же все время вывозят на место, говорят, так, вот здесь мы вот здесь проходим, их снимают с воздуха, снимают из подворотни. О, смотрите, Кейт там пошла. А значит, они этим же маршрутом пойдут во время бракосочетания. Самое же главное, сегодня они должны выйти на балкон Букингемского дворца и поцеловаться, да? Это вот знаменитый такой карточный вид будет, растиражированный на всю страну. Кто-то, я сегодня вот когда шел на работу, слышал на одной из радиостанций, кто-то быстро когда-то поцеловался и не успели фотографа даже сфотографировать это все. Вот я не забыл, кто. В этот раз все настолько отрепетировано, Алексей, что я уверен, все успеют все сфотографировать, даже самые тормозные туристы с мыльницами. Подсказки, ну, Соболев, режиссер, сфотографии уже готовы. А мне Гарри Принц больше нравится. Такая рыжая бестия. Спасибо, Владимир Боровой. Значит, вот что. Еще мы, конечно же, напомним вам, друзья, обратим внимание, что в 13.00 по московскому времени, вроде как начнется это торжество, и в 13.00 по московскому времени мы тоже будем активно комментировать и транслировать те кадры, которые будем получать по каналу международного видеообмена. Так что попытаемся в режиме онлайн следить за тем, что происходит, собственно, будет происходить в Лондоне. Мое место займут, конечно же, девушки. Они лучше в этих ситуациях соображают, оценивают и перемывают косточки. Поэтому, конечно же, ему и уступлю место.